Здрасте! А мы возвращаемся на золотой колос и у нас тут уборочная, как обычно, да? Значит, друзья, что у нас происходит вообще на нашей любимой ферме? У нас здесь засеяна соя и она сейчас убирается. Вы спросите, зачем? А я вам скажу. У нас есть активный контракт на сою, на 47 кубов этой самой сои, кстати. Да, есть, правда, другая проблема. По моим подсчетам, нам не хватит этого всего, чтобы выполнить контракт. Поэтому, возможно, придется сои докупить. У нас на складе есть 3 куба, 3,5 куба и что-то около 42, по-моему, выйдет здесь, если мне не изменяет память. 41, 42, что-то такое. А контракт у нас на 47 и это меньше, чем у нас в итоге будет. Я потому что лошара, а на самом деле у нас уже рейтинг 20 и мы могли воспользоваться третьим сортом семян, а я что-то об этом не подумал. А еще на заднем плане вы видели, как проехал Урал. Урал сейчас занимается доставкой по другому контракту. У нас их 2 висит сейчас. Это пшеничка на 88 кубов. Он сейчас 24 повез и у нас еще на складе есть 71,5. Короче, пшенички у нас хватит, мы сейчас закончим этот самый контракт. А вот по сои у нас вряд ли хватит, но это небольшая проблема. На самом деле можно докупить что-то, да. Здесь есть возможность покупать всякие ресурсики. Короче говоря, что у нас вообще произошло за последнее время? Во-первых, у нас прошел стрим, на котором мы выполняли контракты. Перед стримом я основательно подготовился, набрал кучу контрактов, поворачивал, все пособирал. И мы их, собственно, завершали на стриме. И у нас теперь выполненных контрактов аж 11 штук. Плюс еще 2 мы закончим сегодня. И получим еще плюс 2 рейтинга. У нас станет 22. Также вот есть обмолоченная площадь гектаров, 78. И это дало нам 4 рейтинга. Когда доубирается это поле, оно у нас 5,7 гектара. У нас будет больше 80, и это даст нам еще одну единичку рейтинга. И, соответственно, рейтинг у нас уже станет 23. И, как вы помните, следующая моя цель была купить тепличный комплекс. Для него нужен рейтинг 24. И, по сути дела, нам не хватит. Но мы знаем, что можно что-нибудь починить в городе. И это тоже даст нам единичку рейтинга. Поэтому сегодня мы еще займемся благотворительностью. Короче, рейтинг 24 у нас сегодня будет. А также у нас будет хватать денег на рыночную стоимость. Я не знаю, за какую цену нам продадут. Но сегодня мы сделаем запрос на покупку тепличного комплекса. Лояльность владельца, друзья, я у пациентов выполняю всякие контрактики. Работа на других полях. И поэтому Мамаевский Дмитрий теоретически с нами очень сильно дружит. И нас очень сильно любит. Поэтому есть вероятность того, что он не будет выкабеливаться. И без проблем продаст нам эти самые теплички. А если будет, то у нас есть золотые монетки. Я их уже тут 6 штук насобирал. И, в принципе, этого должно хватить. Так что, в принципе, у нас есть чем заниматься. И есть вероятность того, что сегодня у нас появятся теплички. Точнее, сегодня мы сделаем запрос. Они там еще же думать будут. Вот из-за таких вот, кстати, пропусков на поле нам потом и не хватит. Сой, будет обидно. Ну ладно. В общем-то, работа кипит. Валерончики работают. Да, кстати, как я уже говорил, у нас прошел стремец. И мы к нашему Уралу докупили вот такой вот замечательный прицепчик. Который возит на контрактике всякое. У нас Урал работает на доставке. Теперь он может возить по 24 куба целых. Я бы не сказал, что это прям много. И вряд ли он хорошо справится, когда будет работать на доставке грунта. Надо будет доставлять грунт на тепличке. Это будет геморрой. У нас пока нет поезда. И я не знаю еще, что мы будем делать с техникой. Дружище, а что ты такими кругами-то ездишь? Куда тебе высыпаться-то? Он просто ездит по этим самым. А, он не разгрузился, что ли? Он поехал обратно неразгруженный. А почему? Вот здрасте. Валера, стой, падла. А я знаю, почему он не разгрузился. Потому что ему надо в порт ездить. А я его отправил на приозерский элеватор. Я опять-таки лошара, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 а то знаете здесь городские власти не очень это любят сами выделять свой бюджет на все это дело поэтому мы как добропорядочный гражданин имеющие какие-то деньги будем помогать развитию города соответственно когда уже будут выборы на губернатора этого района я не знаю я опять несу какую-то хрень короче жители этого города жители приозерска будут голосовать за нас там и вот так вот вот такая вот у нас политика партии будет но мы не будем никуда баллотироваться ладно это все такое они смотрите слушать ему одна проходка и он убирает действительно я думал он не сможет а он смог на глаз реально здесь тяжело считать 7 метров особенно стоя в поле я бы не сказал что здесь 7 метров хотя но у меня просто знаете глаза кривые но оказывается здесь до 7 метров и это хорошо я знаю сейчас у нас все будет завершено вся уборочная кстати уже парниша он ездит и культивирует но посев я еще не ставил потому что сеять рано для того чтобы что-то сеять надо знать что сеять а мы пока еще не знаем что мы будем сеять да я знаю что я мог бы уже отправить валерона на урале чтобы он возил сою но мне на самом деле очень хочется посмотреть сколько у нас этой своей будет в сумме с учетом уборки этого поля и с учетом того что у нас было собрано уже до этого то что у нас лежало мы тем временем увольняем валерона открываем трубу вызываем другого валерона что он нас разгрузил конечно взаимодействие здесь не самое прекрасное он мог бы уже заранее подъехать но он почему-то не захотел до комбайн кстати можно тоже выключить а еще можно поехать собрать там пупучка одна была в начале а ее уже закультивировали все нет больше пупучки давай дружище подъезжай бодрее чуть-чуть я понимаю что ты на хурли мания но это не дает тебе право заставлять мне ждать давай дружище быстрее что ты так долго целишься высыпаем в общем то все дерьмо которое у нас есть в комбайне ему в кузов и отправляем этого товарища на разгрузку чтобы он отвозил это все дело на базу а сами едем ставить комбайн обратно тоже на базу дружище здесь эти дорога есть но быстрее выехать но ладно ты хочешь ехать по той есть по той мне все равно значит за этот товарищ сейчас выгрузится давай дружище выгружайся у тебя получится я в тебя верю дружище все нормально посмотреть кстати здесь вот высыпается она сначала как здесь сделали анимацию а потом начинает потихоньку это все дело проседать и внутрь на внутрь бункера на самом деле очень классно чё у нас там по складу ферма соя у нас 47 кубов 7 литров вы поняли у нас лишних 7 литров всего лишь значит все правильно считал и там плюс-минус погрешность все-таки какая то есть это прикольно значит тогда мы отправляем нашего урала чтобы он возил свою ставим себе это вот окошко чтобы за ним наблюдать 7 литриков у нас должно будет остаться лишних на базе это конечно охренительно рассчитал на самом деле я аж в шоке сам самого себя правда 7 этих литров все равно надо будет куда-то деть ну да ладно в общем-то берем нашу машинку и поехали в город решать всякие дела насущные в частности начнем мы конечно же с биржи контрактов потому что там надо будет решить услышать у нас тут собачка есть классно собакин кстати клёвый я только сейчас увидел что у нас есть собачка я думаю что мы назовем этого песика федей клевое имя для собачки по-моему да будет плохо себя вести мы не будем его кормить да вот так вот это все в общем то погнали на биржу контрактов смотреть что же нам надо будет следующий раз сеять и решать короче свои дела в городе да здравствуй биржа контрактов ты уже работаешь да в общем то оставим нашу машинку здесь я вроде как не совсем как олень припарковался самом деле наверное имеет смысл заглянуть на детскую площадку потому что именно она мне приглянулась к первому скажем так восстановлению 4000 долларов от нас просят и здесь у нас в общем-то песочницы какие-то гаражи сломанные качели и чтобы побухать лавочка специальная да в общем то мы заказываем стройку и реставрацию этого дерьма 4000 нам не жалко и теперь здесь стали более менее нормальные качели какие-то турники песочницы честно не особо что-то изменилось не знаю может быть завтра мы сюда приедем и здесь будет все по-другому я не обратил внимание вот на этот турник был он или нет но изменений на 4000 здесь вообще не тянет мне кажется то ли нас обманули то ли здесь будет стройка на следующий день 8 утра потому что единственное изменение которое вижу это качели но качели за четыре штуки две трубы это по моему это очень неправильно меня обманули я тогда не буду больше ничего делать для этого сраного города но мы очень до следующий раз оценим погнали зайдем в это самое на биржу посмотрим чем мы будем заниматься контрактов у нас тут есть опять-таки соя мне нравится ячмени 108 кубов соя что у нас а у нас насыщенность рынка 80 мы не сможем нормально цену приподнять 742 ладно подсолнечник есть кстати пшенички на подсолнечник не очень хочу выращивать есть также контрактик на рож на 117 кубов по 354 тоже неплохо хотя больше всего мне конечно нравится опять-таки соя 59 кубов но с тремя этими самыми с тремя удобрениями на нашем поле по можно вырастить 51 куб только что-то такое давайте мы возьмем контракт на 47 кубов он тем более чуть-чуть подороже на мясокомбинат насыщенность рынка уже 87 процентов это видимо потому что я привез свою 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 на приозерский элеватор это как-то так работает да давайте да действительно возьмем еще один контракт на сою на 47 кубов мы его принимаем и он намного меньше чем наш нынешний контракт но опять-таки да цена падает из-за того что мы слишком много сои возили надо возить что-то другое ну ладно у нас скоро появятся теплички я очень сильно на это надеюсь кстати подняли рейтинг за да нам подняли рейтинг за ремонт общественных объектов теперь у нас 23 и мы ждем пока урал привезет последнюю порцию на этот самый на приозерский элеватор и мы поедем тогда в риэлторское агентство чтобы сделать запрос на теплички а пока у нас есть время еще поехали съездим в садовый центр купим пакетик семян третьего сорта они чуть конечно подороже чем 4 но там и урожайность больше и нам этого должно будет хватать для выполнения контракта да еще как ни странно мы стали в какую-то пробку точнее не пробку а тут очень медленно все ездят я не знаю почему это происходит но благо нам недалеко ехать нам нужно свернуть здесь и заехать в садовый центр да в общем-то паркуемся здесь и погнали покупать семечки точнее семена да нам нужна соя и мы берем третий сорт который стоит на 1000 дороже охренеть но ничего не поделаешь мы покупаем именно его потом валера съездит и привезет это все дело на базу надо будет наверное продать остатки семян которые у нас есть привезти сюда потому что там все четвертого сорта мы уже больше не будем такие сажать мы теперь крутые фермеры и можем выращивать третьего сорта всякую фигню также да кстати нам надо будет для наших тепличек купить грунт и это тоже будет происходить здесь там у нас будет 7 теплиц и в каждую нужно будет по 100 кубов грунта и я не знаю каким образом это будем без поезда возить а также нам нужно будет рассада но рассаду мы уже будем выбирать когда у нас будет теплички и будем смотреть по контрактам опять-таки какие контракты будут то мы будем выращивать то тоже все логично кстати тоже третьего сорта можно будет сразу рассаду покупать она в поддонах один поддон на одну теплицу выходит тут все ровно все четко так что в общем-то сои мы разобрались будем разбираться с тепличками поехали в риэлторское агентство и будем ждать пока нам повысят рейтинг на этот раз я кстати припарковался не как олень и меня это радует слава труду у нас кстати можно пока перекусить блинчиком чудо блины горячие блинчики на любой вкус зон еще сигареты продаются и очень зря курение знаете ли убивает честно говоря блинчики я уже ел поэтому может быть нам попробовать курочку гриль тут тоже правда все заставлены сигаретами и всякие он печенюшки лежат снизу в бублике сверху вон соки какие-то здорово блин или купить чебурек мы кстати да находимся почти около вокзала поэтому купить чебурек на вокзале это называется просто необходимое действие если вы приезжаете в какой-то город но здесь я этого не сделал я обошелся без чебурека кстати вот можно на центральной площади что-то починить это видимо камни убрать многолетние цветы которые росли на этих клумбах уже отжили и горожанам приходится любоваться газонами с травой не я пока не готов тратить 7000 на цветы тем более что мы сейчас собираемся делать довольно таки дорогую покупку я надеюсь что лояльность владельца в виде 100 процентов она нам поможет и он не станет гнуть цену потому что у нас денег по сути дела то впритык там 315 рыночная стоимость правда мы сейчас продадим кузов сои и это тоже будут какие-то деньги если посмотреть на карту то он уже на полпути давай же уральчик едь быстрее газу и представь что ты на формуле 1 сейчас короче эти риэлторы из окна наблюдают что какой-то чел трется не стесняется зайти и у него ничего не получается а потом зайдет и скажет хочу теплицы я думаю все в итоге будет у нас нормально давай уральчик ехай быстрее а мы пока пойдем во дворик этот кто-то повесил сушиться белье как старые добрые времена и мы сейчас себе украдем какие-нибудь вот труселя например хотя они розовые я такие не буду носить и вообще не женские я не хожу женских трусах да если верить карте кто уже кстати урал подъехал почти к приозерскому элеватору и мы все еще ждем он уже вот почти он уже там где-то ездит там уже где-то крутится и уже вот-вот должен высыпать высыпать и продать я кстати смотрел цены на приозерском элеваторе и в принципе можно было бы там что-либо купить подешевле и это же самое продать туда же по контракту или в другое место и соответственно таким образом выполнить контракт но я так делать не буду потому что нам нужны денежки мы таким образом мы ничего толком не заработаем там не такая большая разница пара долларов с куба но рейтинг можно этим молотить если очень сильно надо все пошло поехало она высыпается соя давай высыпайся контракт на поставку товара соя выполнен это замечательно и он сейчас везет 0 процентов в общем-то пускай везет их обратно на базу мы зайдем в рейтинг и статистику убедимся что у нас уже 24 это хватит для того чтобы сделать запрос на покупку нового участка тепличный комплекс 315 тысяч рыночная цена у нас есть 336 тысяч то есть если он там чуть-чуть накинет мы в принципе сильно сопротивляться не будем мамаевский дмитрий лояльность владельца как я уже говорил сто процентов в общем то мы делаем запрос и агент связался с владельцем ожидайте ответа и друзья в следующей серии мы уже узнаем что нам скажет мамаевский дмитрий продаст ли он нам теплички в принципе сможем надавить на агента используя золотые монеты если что если он сильно не захочет продавать но я очень сильно надеюсь что мы не будем прибегать к этому жестокому методу поэтому пойдем короче погреемся около вечного огня и вспомним тех молодцов сорок пятом году которые были да ладно все это я отклонился от тема друзья делайте в комментариях ваши ставки о том продаст ли нам мамаевский дмитрий или не продаст нам эти сраные теплицы следующий раз в общем то будем смотреть чем мы там уже будем заниматься когда уже начнется следующая серия я пока на засею сои наше поле вы же также не забывайте про лайкусики потому что их должно быть прям сильно дохрена потому что мне тогда будет хорошо да если вы не подписаны то подписывайтесь на канал в общем то всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дилэй всем всего доброго друзья пока пока до новых встреч